Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельный выпуск программы «Автомайн-новости». 10 ноября холдингу «Автомайн» исполнилось 11 месяцев работы. Руководство холдинга сердечно поздравляет всех партнеров с этим рубежом. За этот период холдинга показал устойчивую работу и прекрасные результаты. Добавилось множество бизнес-направлений и большое расширение маркетинга. Развитие холдинга идет в очень динамичном русле, и на данном этапе в компании присутствуют партнеры из множества стран. Также за весь этот период холдинг открыл несколько успешных компаний. Работа по расширению ведется непрерывно, и в ближайшее время состав холдинга пополнится еще несколькими компаниями и бизнес-направлениями. На всех торговых площадках добавился новый раздел «Статистика компании». В этом разделе каждый партнер может видеть все финансовые операции компании по каждой торговой площадке. Вся статистика ведется в реальном времени с архивированием данных. Также на всех ресурсах присутствует моментальная статистика по всем финансовым операциям компании. Следует отметить еще одно важное изменение. Маркетинг торговой площадки «Автомайн Инвестфонд» дополнился новым функционалом. Основной особенностью маркетинга стало разделение по строению карьерной лестницы в компании. Теперь главной мотивацией карьерного роста служат большие финансовые премии для менеджерского состава холдинга, а также возможность повышения реферальных уровней за каждый должностной менеджерский статус. Рядовым партнерам также добавлена новая мотивация. Теперь премии от компании начисляются после каждого второго купленного депозита. Холдинг «Автомайн» официально проводит ICO монеты «Майнкоин». Теперь партнер имеет возможность не только покупать монеты в личном кабинете, но и продавать монеты компании за вознаграждение. Реферальное начисление за продажу монеты составляет 15%. Однако следует отметить, что данное привилегие касается не всех партнеров. Финансовые вознаграждения могут получать только партнеры, которые имели депозиты в платежной системе AdvoCash. ICO монеты также стартовало на первых биржах. Первой официальной криптобиржей для торговой монеты является децентрализованная биржа DEX. Вторая криптобиржа для торговой монеты – Litecoin. Следует отметить, что большая часть по торгам монеты на ICO проводится именно на бирже Litecoin, которая является официальным партнером холдинга «Автомайн». После проведения ICO монеты на представленных и других биржах любой партнер сможет продавать и покупать криптовалюту «Майнкоин» за любые подходящие для себя валютные пары. Также коллективом холдинга начатся рекламные кампании по распространению монеты «Майнкоин» на различных торговых ресурсах. Мы открываем новую постоянную рубрику «Актуальные репортажи». Это авторская программа известного обозревателя Сергея Федорова. В этой рубрике будут освещаться новости экономики, важные события в мире бизнеса, а также актуальные репортажи и интервью. Всем доброго времени суток. Меня зовут Сергей Федоров. Я являюсь блогером и независимым обозревателем. Хотелось бы поблагодарить холдинг «Автомайн» за предоставленную возможность освещать новости, делать острые и непредвзятые репортажи, интервью на официальном новостном канале «Автомайн-новости». Мой первый репортаж будет не о бизнесе, не о холдинге, а просто об одной ситуации, которая недавно произошла на моих глазах и глазах моих подписчиков. Сразу оговорюсь, руководитель холдинга Александр Фирсов был против освещения данного репортажа, но так как у нас независимая программа, я считаю, что люди должны знать информацию, происходящую внутри холдинга и то, что происходит вокруг него. Многие, наверное, знают, что я не раз освещал работу холдинга «Автомайн» на своем YouTube-канале. Кто не знает, можете зайти ко мне на канал Сергея Федоров «Разоблачение мошенников», это мой основной контент, и там ознакомиться. Как вы уже смогли заметить сами, холдинг не только дает возможность людям зарабатывать, за что мы, конечно же, скажем спасибо руководителю Александру Фирсову, но и основная задача холдинга – это помощь детям и людям, нуждающимся в финансовой поддержке. Совсем недавно произошел такой случай. Ко мне обратился человек, рассказал о такой проблеме в их жизни, в их семье, как их обманул один нехороший человечек, прикрывающийся под мошенническим фондом помощи. А как это все произошло, давайте послушаем как раз пострадавшую сторону. Здравствуйте, радио «Автомайн», здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте, Александр Фирсов, руководитель компании холдинга «Автомайн». Я хочу рассказать в случае, то, что случилось в моей жизни. Мои супруги отказались в операции на порог сердца или легочной гипертензии. В больнице Москвы, Бакулево, а также в последующем в Астрахани, в кардиологическом центре прописали применять по жизни лекарство Траклир, стоимость которого 200 тысячи. Министерство здравоохранения отказались, в тяжелом положении оказались. И мы обращались в разные фонды за помощью. И не получили я помощь, так как фонды говорили, таких средств у них не располагает, лекарство слишком дорогое. Я писал в разных чатах, в Телеграме, в других соцсетях. Один день ко мне обратился Миссионовский Владимир. Представился президентом фонда «Родин наш дом». Отправил мне из Ютуба свое видео, где он давал интервью в красивом костюме в местном канале. И он предложил мне такой вариант помощи. Сказал, что его фонд молодой и таких денег у них нет. Однако могу оказать другую услугу. Занимаюсь торговлей криптовалютой на биржах. Если вы выложите 500 долларов, то смогу увеличить в течение лета, в течение 4 месяцев до 2500 долларов. Итак, я буду вам таким образом увеличить ваши средства, помогать. И потом, по-вседущему, вы можете покупать лекарственные деньги. Я поверил ему. Он вошел в доверие. Доверился я ему, как порядочному человеку. Отправил ему эту 500 долларов, эту сумму. И когда получил он деньги, он потихоньку-потихоньку испарился, потерялся. Не выходил на себя, заблокировал. Изредки выходил на связь, давал обещания, потом опять потерялся. Одним словом, он нас обманул. Оказывается, его фонд уже давно не работает. Он там всех подставил. Подставил одну беременную женщину. Загнал в долги. Оказался мошенником. Но так как в такой ситуации я начал искать, как выйти на него, как с ним связаться, как бы воздействовать на этого личности, разоблачить его. Я наткнулся в интернете на блог Сергея Федорова под названием «Борьба за справедливость». Это название мне очень понравилось, потому что сегодня мало кто борется за справедливость. Почитал его блог. Увидел, он ведет войну против мошенников и проектов скам, которые обманут людей. Я связался с ним по телефону, отразил свою ситуацию. Сергей попросил отправить документы и переписки, что подтверждает мои претензии в отношении Владимира Месяновского, президента благотворительного фонда «Родин наш дом». И после исследования моих документов Сергей вышел на связь с Владимиром Месяновским. Конечно, Владимир Месяновский, как ему причитает, он сразу заблокировал Сергея и не стал с ним переписываться. На следующем Сергею выложил в YouTube видео об этом мошеннике с подтверждением моих документов, переписок, с обещаниями этого мошенника. После того, как Сергей Федоров выложил в видеоролик, Владимир Месяновский сразу вышел на него и обещал вернуть ему, вернуть мне деньги. И потом на меня вышел и мне тоже сказал, что до конца декабря вернем мы ваши средства и первый взнос сделаем на выходные. Конечно, когда выходные наступил, этот лижец опять потерялся и он не вернул нам деньги до сих пор. И Сергей сделал в видеобращения и по поводу этого мошенника, разоблачая этого мошенника Владимира Месяновского. И также в своем видеобращении Сергей сделал обращение к Александру Фирсову, чтобы он оказал помощь обманутой семье с тяжелыми болезнями. Что эти люди нуждаются в дорогих лекарствах и что у этих людей почти последние деньги обманным путем забрал мошенник, вошедшим доверию. К нашему радостью Александр Фирсов вышел на нас, написал нам, я отправил документы о болезни жены и семейном положении. Александр Фирсов выслушал нас, сказал, помогу вам. А мы, в принципе, хотели у него долг взять, чтобы потом эти деньги вложить в компанию Автомайн и заработать на нем. Мы не ожидали, когда увидели в своем кабинете тысячу долларов. И слова Фирсова, да поможет вам Господь вылечиться. Вернуть вам ничего не надо, это безвозмездная вам помощь от меня и от нашей компании Автомайн. Мы с женой так обрадовались, поблагодарили его и постоянно вспоминаем добрым словом. Вот в прошлую пятницу сделал первый вывод 150 долларов, что заработали с помощью этих людей компания Автомайн. Действительно, этот человек, Александр Фирсов, раззывчивый и заботится за своих инвесторов, делать все возможные его блага им, терпит критику, достойно завистников. Человек не боится и критики, так как он сказан и подтверждает делами. Дай Бог, что и дальше он оправдал наши доверия, оставив добрые слова, добрый след в истории. Также я благодарю Сергея Федору, который стал также причиной того, что исправил наше положение путем обращения, первым обращением к Александру Фирсову и вообще всему руководству холдинга Автомайн. Моя просьба, прежде чем обратиться в какие-нибудь фонды благотворительные, сперва тщательно исследуйте документацию этого фонда, отзывы об этом фонде, возможно ли переписки с этим фондом, оставляет ли в группах в этих фондах отзывы клиентов и побольше ввести исследование именно. Потому что под видом благотворительного фонда сегодня и развиваются и мошенники, типа как Владимир Месяновский, который себя объявил президентом фонда «Родин наш дом», который себя сделал как аналог российского благотворительного фонда «Родин наш дом». И лучше в любом случае, прежде чем выложить куда-нибудь средства, свои имущества, надо тщательно анализ ввести, побольше узнать информацию об этом, о самом личности и посмотреть, чем эта личность занимается, каким деятельностью, деятельностью, кто его друзья, кто его окружение, но это мое упущение, то, что я, когда обратился к Владимиру Месяновскому, тщательно не стал я проверять, когда увидел, что он выступает на его первом канале местного телевидения, поверил. А когда начал проверять в последующем после своих денег, отправил его контакты, его друзья, и к чему он пристрастен, удивился этот человек, оказался вообще развратный, у него группа одни развратные, фотографии тоже развратные. И мое просьба, короче, в последующем, кто будет обращаться к неизвестным личностям, побольше узнавать об этом личности, о роде его деятельности, о его окружении. Как говорится, я вам скажу, кто ты есть, я скажу вам, кто твой друг и кто ты есть. Можно из окружения делать вывод, чем занимается этот человек. И можно как-нибудь через другие органы, через другие соцсети, или... Но сегодня, слава Богу, интернет и другие возможности есть, узнавать сертификаты, документы таких фондов, и чтобы разоблачить этих мошенников. Также я благодарю Сергея Федорова, который ведет войну с этими мошенниками в своих блогах, разоблачает их нележивые, маски срывает. И это дело каждого, помогать в дело справедливости и быть участниками в этом деле. Вершить справедливость сегодня очень стало дело забытым. Многие посчитали, потеряли честь, возвысили деньги. Были времена, когда ради чести люди страдали, ради чести они отдавали жизни. Сейчас деньги стали на первом месте, теряя свою честь. На этом я ограничусь, пожелаю добра и удачи, процветания нашему холдингу Автомайне, его руководству и добрые пожелания всему порядочному людям. Спасибо Аву за то, что согласился рассказать об этом людям. Желаю от себя лично здоровья ему и его жене. Подписываюсь под каждым словом сказанным. Также от себя лично благодарю Александра за оказанную помощь людям. И поверьте, таких сотни, кому помог данный холдинг. Желаю процветания холдингу и долгих лет жизни Александру Фирсову. Ну а на этом мы с вами заканчиваем первый репортаж. Присоединяйтесь к нам и будьте всегда в курсе последних событий холдинга Автомайне. С вами был Сергей. На сегодня это все новости. Всем партнерам большого профита. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok